Славься Бог Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В истории Одесской епархии было несколько выдающихся архипастерей, имена которых известны всей полноте Русской Православной Церкви. Например, это имена святителя Иннокентия Херсонского, архиепископа Дмитрия Муретова, архиепископа Никанора Бравковича. Но в новейший период истории Русской Православной Церкви особое место принадлежит такому выдающемуся архиерею 20-го столетия, как архиепископу Никону Петину. Об этом человеке мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласилась преподаватель Одесской духовной семинарии, супруга бывшего ректора семинарии Наталья Петровна Кравченко. Добрый день, Наталья Петровна! Здравствуйте, Дмитрий! Наталья Петровна, ни для кого не секрет, что Ваш покойный супруг, отец Александр Кравченко, бывший ректор нашей семинарии, был родным племянником архиепископа Никона Петина. Скажите, насколько ощущалось влияние владыки Никона в жизни Вашей семьи? Во-первых, владыка Никон был не просто дядей, он всем был для моего мужа, потому что он в 1937 году, будучи еще 6 лет, от рода уже потерял отца. И владыка его взял, когда его в распределитель детей, врагов, народа отправили, владыка вызвали, он его оттуда вытащил. И всю жизнь он был ему и отцом, и дядей, и другом, и покровителем, и учителем с большой-большой буквы. Так что с владыкой все связано. Я хочу обратить внимание сразу на нашу фотографию. А не просто фотографию, это то, что у нас висит в святом углу рядом с иконами. Там замечательная надпись есть, где говорится, что дорогому племяннику Шури от дяди архиепископа Никона с пожеланиями, чтобы он был добрым, хорошим человеком. И вот это висит, эту рамочку мы сделали очень интересно, у нас там выпиливал мастер очень хороший. И обратная сторона тоже стеклянная. Так что мы заглядываем и видим, что там владыка пожелал нашему дорогому, популеньке, нашему отцу Александру Кравченко. На настоящая семейная реликвия. Да, 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 конечно. Это конечно. Наталья Петровна, а как часто лично вам доводилось общаться с владыкой Никоном? Вы знаете, я владыку Никона называла это живой ходячий праздник. Это был уникальный человек. Он когда приходил, у всех поднималось настроение. Все были безумно рады, счастливы. Владыка пришел, вот праздник явился, ну как Пасха, честное слово. Вот владыка пришел, мы же такие вещи выделывали. Вот когда владыка вдруг, он уже вставал, уставал жутко, и он хотел все делать. Чаще всего мы виделись в Одессе, когда я еще девочкой сюда приезжала, естественно, еще в те годы. И, конечно, он хотел все-все-все-все идеально сделать для святейшего нашего, патриарха Алексея. И как-то мог, он хотел уединиться или где-то отдохнуть, или уехать. Так мы вот три таких вот больших человека, мы устроили. Мы легли ему под машину, вот втроем легли. Первый лег Леня, братик мой, потом Шурик, будущий мой муж, а потом я, конечно. Я с мальчишками везде, с ними вместе. Ну, а ехать-то надо, что же делать? И Владыка сказал, и шофер так прошутил, прокрутил своими колесами таким с ревом. И первый скачал Леня, потом Шурик, потом уже я. Владыка уехал. Ну, мы его не хотели, ну, никак не хотели отпускать. Потому что Владыка, ну, это все, Владыка пришел, его все любили. Вот он как-то приходил, он приносил с собой праздник, он приносил себе необыкновенную любовь. Его все любили, и я понимаю, что и он любил. Я даже не знаю, были ли у него такие люди, которые его могли не любить. Ну, может быть, были какие-то завистники, только лишь. А так, кроме того, он такой был щедрый, он так всем подарил подарки. Я даже свой подарок первый помню очень хорошо. Он приехал в Загорск. Вот каким-то образом мы с Леней остались у себя в доме вдвоем. Что-то не было родителей, может, они в лавре были. А Владыка к нам как-то заехала, сказала, что тебе купить, вот что ты хочешь, чтобы тебе подарили. Ну, прежде всего, он с тебя сказал, ну, хочешь, говорящую куклу? Я, конечно, сказала, хочу, потому что было еще до первого класса. А что ты еще хочешь? Я так давно хотела трехколесный велосипед. И я, конечно, сказала. Леня так на меня посмотрела в другой комнате строго. Что, нельзя просить подарки? Владыка сказал, нет-нет-нет, Наташенька, что хочешь, что хочешь? Я говорю, хочу трехколесный велосипед. Говорит, а может, мотоциклет? Я очень хорошо помню, как он предлагал. Нет, может быть, мотоциклет. Тогда Леня из своей комнаты наконец-то, для мотоциклета я еще учиться полгода, надо ездить на нем. Но самое интересное, что был у меня этот велосипед. И катался на нем кто? Леня. Он у него не помещался, его коленки были выше руля. Вот так он ездил, вот так вот. Тут руль, а тут коленки его были. Катался. На меня смотрел строго, чтобы я не просила Владыки. А вот сам взял. Ну, конечно, кукла была, она была не говорящая. Она просто говорила, мама, когда ее наклоняли. И как-то она меня не так трогала. Вот этот вот трехколесный велосипед, я даже помню, он был желтенького цвета. И в те годы, знаете, после войны, и у кого там было. У нас впереди был дом общий такой, двухэтажный. Там в каждой комнате семья была. И, конечно, у меня были подружки. И вот они приходили, и все хотелось на велосипеде покататься. Вот я такая была завидная. Владелец велосипеда все приходили, катались. И иногда и мне доставалось, и я тоже иногда ездила. Вот такое дело. Нет, ну, Владыка, да, это действительно был праздник. Это был праздник, вот ходячий праздник. Ну, некрасиво сказано. Но он приходил, он все, зажигалось все, все зажигалось. Даже солнце ярче светило. Вот так вот приходил Владыка. Как вы думаете, Наталья Петровна, а что лежало в основе дружбы Владыки Никона с другим выдающимся одесситом 20-го столетия, с Владимиром Петровичем Филатовым? Ну, то, что, конечно, родство душ было. Очень большое родство душ было. Я помню, как Владимир Петрович, я-то с ним мало общалась. Но муж мой очень часто, там он был крестным у его сына, в смысле у детей его сына, значит, внука крестил. Но Владимир Петрович сказал, что вот учтите, я умереть, как меня объявят атеистом. И я помню, мы с ужасом пришли с мужем, первый раз приехали в Ленинград еще, и вошли в Казанский собор, представляете, это был и первое, что мы увидели, огромный портрет. И что под ним было написано? Ну как, атеист номер один, а как же? Нет, ну мало того, они же еще насели на сына, и там он должен был подписать, что как-то отец был равнодушен, не мог сказать, что он был атеистом. Что-то такое Сережа подписал, он потом так краснел, так мучился, так выкручивался, ну, ну, это было ужасно все. А у Владыки Никола, конечно, родство душ было необыкновенное, необыкновенное, потому что Филатов был очень-очень верующий человек, он действительно по-настоящему был глубоко, теперь говорят, так верующий. И особенные у них отношения были, когда Владыка уже заболел, Владимир Петрович приходил, его часто навещал, а потом записывал разговоры с Владыкой, о чем они говорили, как они общались, и все. Именно Филатов сказал, что как преображался Владыка Никон, уже совершенно больной, не вставающий, не встающий с кровати, причем у него боль была от прикосновения даже рубашки к телу, такое вот состояние было, это какой-то жуткий был рак крови, тогда еще ничего не знали, как и что. И когда привозили к нему Касперовскую икону Божьей Матери, он вставал, он молился, и у него, именно Филатов заметил, что у него прилив сил был, и он даже спускался вниз, у него туда, конечно, покои были, так сказать, покоями только, винтовая лестница на второй этаж с маленькой комнаткой, это была комната Владыки около Адриана и Натальи церкви, на втором этаже, он спускался, и он провожал эту икону, ну и потом, конечно, когда он возвращался, он возвращался уже в свои такие вот трудные, тяжелые положения. А какими были особенности литургического служения Владыки Никона? Вы знаете, мне это очень трудно сказать, потому что я на его литургические служения почти не ходила, я была в Одессе, когда я приезжала сюда на каникулы, когда я с мамочкой приезжала, когда это еще было, и если он приезжал в Москву, то в Москве служил патриарх, и все было его, но то, что он, естественно, нес вот все патриарше, то, что было в службе, в свою службу переносил, то точно, то точно. Но еще интересно, что когда ему дали, когда он был еще целебатом, отцом Александром, ему дали первую церковь, где-то в Николаяме, это какая-то самая, там область северная, и ему дали церковь, в которой был только староста, и он, и староста сказал, пришел какой-то датюшка-то больной, ненормальный, никого нет, людей нет, он служит в службу, и говорит еще и проповедь. Люди стали говорить, ой, какой-то батюшка интересный. К этому батюшки стали приходить. И вот после одного староста церковь была полна. Так что вот что-то в нем было, что люди-то все пришли, вот откуда-то, они не знали, что такое церковь, не знали, как оно, как где, когда, когда, какая служба, и вообще, когда нужно приходить. А стали приходить, и церковь была полна, это было уникально. И потом, конечно, наши замечательные власти заметили, что вот такой вот молодой, красивый, с такими черными, горящими глазами, у него действительно были потрясающие глаза. Молодой, вообще физически был безумно красивый, ничего не скажешь. То они стали говорить, что он гипнотизирует людей. И после этого он все проповеди говорил с закрытыми глазами. Уже будучи архиепископом, будучи все, и вот он, у него было всегда пенснеп, поэтому не обязательно было видно, какие у него глаза. Но он говорил с закрытыми глазами. Это уже выработалась, наверное, привычка. Чтобы не говорили, что он гипнотизирует. Впервые слышал вообще? Да, нет, да, было такое. Какие человеческие качества владыки Никона вы могли бы выделить как главную? Мне кажется, это любовь и доброта. Любовь и доброта. Он столько дарил, вот не только мне куклу подарил своим велосипедом, а он так, он высаскивал, что было в кармане, и давал. А люди были все бедные, всем нужно было. Почему? Потому что когда-то, когда-то ему, так сказать, вот это мы говорим про видение, это клечик сказать, что, наверное, Христос помог ему, у него был долг, ему нужно было его отдать, когда еще он был студентом где-то. И вдруг он шел по, где-то ехал куда-то за город, ждал электричку, и увидел своего, у кого он одолжил, ой, я же забыла ему отдать, что же я буду делать? И буквально через несколько шагов он увидел пакет. Когда он поднял, там была сумма, которую он был должен. Вот как это вот, ну это чудо. И после этого он не мог никому отказать, никому не мог отказать, кого он видел, он давал все, что было в кармане. В кармане у него редко что-то оставалось. Вот такая вот необыкновенная доброта, вот везде все. И действительно, его любили, и он любил. Он любил, это люди чувствовали. Да, редкий человек, безусловно. Очень редкий. Он такой вот, весь, 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 весь. Очень скромный в быту, это же вообще что-то было. Он приезжал, когда из церкви мокрый весь, он там мог, как Шура уже говорил, уже я-то не помню, он выпивал стакан молока, если это был не постный день, конечно, и немножко отдыхал. Ну, собственно, потом, наверное, то же самое перенял и племянник, когда он приходил из церкви домой, то он говорил, чаю, 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 выпивал стакан чаю, хотя уже стол был накрыт, и там мы с детьми ждали и хотели, и все. Но он уходил, на 20 минут ложился, ему хватало 20 минут только раздеться и лечь в свою кровать. Вот это его было. А потом он уже выходил к нам. Ну, это вот от Владыкина, так вот перешло, вот выйти, стакан молока выпить, если это молочный день был. И уже потом. Я, насколько помню, и насколько мы были за столом, все это было очень просто и минимально. Ну, святейшего, когда мы были, так там вообще было все необыкновенно просто. Вкусно, просто, хорошо, но без всяких выкрутасов и так далее. Вот он очень простой в быту был. А как он свои сапоги последние отдал, это уже рассказывал отец Василий, я помню. Стали искать, где же сапоги, в собор ехать, а он как настоящий. Монахом в сапогах ходил. Не ботинки, не туфли, а сапоги высокие. Что ж такое, были новые, только сделал. Где же сапоги, что-то вспоминают. Пришел какой-то ханышка, и пришел в таких разваленных, ну, ободранный весь, говорит, ах ты, Господи, ты опять все пропил, ну, на тебе вот сапоги и отдал. Потом стали искать, где же, в царковь, яхня. Вот такое было. Ну, он все отдавал, что вот, вот, а подряд, это Господь даст. У него такое было, все даст, все это вернется. Ну, надо дать. Вот это вот было его необыкновенное состояние. Это прямо как из жития святых. Ну, вот так вот, да, можно сказать, да. Талия Петровна, а что Вы можете сказать о близком окружении Владыки Никона? Какие это были люди? Вы кого имеете в виду близких? Родственников, которые ухаживали за ним, матушки какие-то или какие-то священники, которые были рядом? Ну, те, кто являются приближенными лицами, которые влияют на решения, которые принимаются. По-моему, на него нельзя было влиять никак. Он был очень самостоятельный человек, очень самостоятельный. У него всегда была сестра рядышком, она тоже была очень образовная, филолог, и все на свете, но она никогда не лезла в какие-то дела. Он очень любил маму, он мамочкин был. И вот Мария Михайловна, которая вот до сих пор в Донецке, она там его могилка, ее могилки, и за ней ухаживают. И даже Владыка Илларион пишет иногда в своей периодике, как были у Марии Михайловны и так далее. Собственно, у нас, в наших записочках, всегда Мария есть. Мы всегда молимся. На всех родительских, на всех панихидках у нас есть. Марфа Никола и Мария. Мария – это их мама. Обязательно напоминаю. А что вам известно о литературных и эстетических предпочтениях Владыки Никона? Да, это, конечно, трудно сказать, что. Очень трудно. Возможно, какие-то книги Владыки Никона все-таки впоследствии перешли к отцу Александру? Ну, все книги перешли к отцу Александру, о чем там вы говорите, но у него замечательная богословская литература была. Вот это и были его предпочтения. Конечно, эти книги, да, эти перешли к отцу Александру. Это точно. И потом, надо сказать, что он же составил замечательные Акафисты Владыка Никон. И к его 50-летию со дня кончины отец Александр подготовил, чтобы издать этот сборник Акафистов. А уже издавали после смерти отца Александра. Очень хорошенький. Я привезла книжечка такая синенькая Акафисты. Но мне нужно было обязательно такая фоксимильная разрешение нашего митрополита Гафангела. Он написал благословляю митрополиту Гафангела. И выставила, что в церкви можно читать, можно читать. Я слышал о том, что Владыка Никон был замечательным проповедником. Скажите, Наталья Петровна, а вот каков был стиль его проповеди? Вот уж кого-то спрашивайте, так впустую. Потому что я, можно сказать, его проповедей не слышала. Не было возможности. Я не была на его службах. Если я говорю, что если он был около Святейшего в Москве, то там был Святейший первый. И, конечно, он не говорил. Это понятно. Но я знаю, как люди слушали. Вот это другое дело. Это я знаю. Они, значит, писали в тетрадочках на впереди стоящей спине. Вот они на спинку клали тетрадочку и карандашом писали. Поэтому сейчас очень много собрал отец Александр такие вот проповеди его избранные. но они, конечно, машинописные и там переплетены таким кустарным образом. Есть эти книжки, но не издавали тогда невозможно было. И потом, вы понимаете, все же таки это запись кого-то из слушающих. Это же не Владыкина. А Владыкина надо было, конечно, еще и слышать. У него уникальный был голос, у него уникальные были вот такие вот. Ну, собственно, я тоже передалась немножко племяннику. Ничего не скажешь. Ну, какой-то даже нельзя сказать, но это был какой-то артистизм в чтении. У него это было. С его особенным голосом, с его такими нюансами. Какие-то нюансы голосовые я еще помню. Это да. Но проповеди сами, ну, я еще не слушала проповедей тогда. То есть не сохранилось никаких записей? Вот, к сожалению, записей нет. Вот была такая у нас Александра Федоровна. Вроде бы у нее что-то было, но как-то она все время держала ревностно возле себя. Там на бобинах еще что-то было. И так нам ничего не попало. И потом она умерла, и куда оно все делалось, непонятно. Но она очень ревностно держала у себя. Хочется верить, что все-таки они найдутся, эти записи. Не найдутся. Потому что, мне кажется, это представляет ценность историческую не только для одески. Вообще услышать Владыкин голос, это же потрясающий был голос. Это очень интересный был голос. Скажите, Наталья Петровна, какие качества владыка Никон больше всего ценил священнослужителя в своей епархии? Ну, наверное, честность. Наверное, честность. Ну, и, конечно, преданность Господу, а не чему-то, не мамоне. Это уж точно. Такое было. Ну, я так думаю, потому что мне трудно сказать. Но у него замечательные были друзья, хотя бы взять отца Николая, отца Константина Ружицкого, они большие были друзья, ректор Московской Академии, венчавшие нас шуриками, что тоже не хочется промолчать. Замечательный человек, очень умный человек, вообще ректор Академии, представляете? Умный, эрудированный. Владыка был очень интересный человек. Вот, и с такими людьми он был хороший. Со мной в пятнашки играть мог тоже. Ну, очень был разнообразный. Наталья Петровна, в чем, на Ваш взгляд, был секрет необыкновенной любви одесситов к своему архипасторю? Ну, во-первых, это взаимная была любовь. И я знаю, что у Владыкина слова, у Владыкины проповеди, ведь я сейчас встречаю людей, которые даже, может быть, и в то время были моложе меня, но они были в Одессе, и я знаю, что они уходили с уроков, чтобы Владыкину проповедь послушать. Еще с уроков, еще девчонками приходили. А вообще люди говорили, что когда он говорит проповедь, то это такое впечатление, что он обращается прямо вот к тому, к нему, который его слушает. И каждый это принимал на свой счет. То есть он к каждому как-то вот попадал прямо в душу, вот в его мысли, в его проблемы, и он их разрешал. Вот что интересно. И он помогал. Вот это вот были, Владыкины проповеди поэтому и были, что вот они вот, они жизнь как-то открывали, они давали вот глоток свежего воздуха. Вот, наверное, поэтому. Поэтому обожали. Бежали на его проповеди откуда угодно, как угодно. Я знаю, что ездили из другого города, переезжали за Владыкой Никоном. Такое тоже было. Как вы полагаете, Наталья Петровна, какие качества характера Владыки Никона сумел позаимствовать и развить в себе отец Александр Кравченко? Я знаю, что когда у отца Александра, еще мальчика, ну, не мальчика, уже, наверное, Александра Николаевича, были очень сложные вопросы с какими-то органами сверху, которые очень и очень довели, то Владыка ему прямо сказал, что надо, да, действительно, надо делать из этих вот связей добро церкви. Он его благословил на это. И поэтому уже как отец Александр выделывал в семинаре, особенно же, они понимать не могли, никак понять не могли, что делается. Они принимают 30 человек в первый класс, и через 4 года 30 человек оканчивает четвертый класс. Каким образом? Ну, выкручивался, а ведь для того, чтобы поступить в семинарию, это было что-то жуткое, это были огромные простыни, где нужно было написать папу, маму, дедушку и бабушку, где и где и как, когда родился, когда все на свете. И потом давали, давали свои рекомендации, вот это, 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 это нет, это не берите, это не берите, это не хороший человек, это не наш, а вот это дает наш человек, это берите. Ну, это было все понятно, что это наш, значит, брать не надо. Ну, тут же я немножко помогала. Я устраивала такой диктант, который никто не мог написать правильно, а мы не сверяли, не сравнивали всех пишущих, а мы каждый отдельный лист проверяли и писали общее количество ошибок. У него там, предположим, три орфографических и пять запятых. Слушайте, у него же 8 ошибок, куда он может пройти? А другого 46 было. Ну, тот проходил. Вот, 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 проходило, вот так вот. И вообще же поступить в семинарии было безумно трудно. И это, это тоже было вот такое вот, ну, это дипломатия, я скажу, Владыкина. Тот был ужасно коммуникабельный, тот мог уговорить всех, кого угодно и о чем угодно. И очень хорошо отец Александр потом тоже мог все это перепереть, перепереть на свой, на свой лад и сделать. Ну, у отца Александра вообще был замечательный случай, когда его послали инспектировать наш Александровский монастырь, женский, там это далеко-далеко. И он ехал с двумя уполномоченными. Такая инспекция была. Правда, им дали корзинку с собой хорошую. И на обратном пути, это было замечательно. Они эту корзиночку открыли, они были на каком-то там, на пляже, на какой-то речке, которая там рядом была. И после большого напряжения, естественно, когда это трясли весь монастырь и все эти дела, и все на свете, и, конечно, было некоторое расслабление, Александр понесло. Говорит, я не знаю, что со мной было, но я, говорит, им сказал, что подождите, вы еще сами придете, все отдадите, и сами будете просить, чтобы это сделали. Так на следующий день на трезвую голову один из этих звонил и говорил, Александр Николаевич, вам что, из Москвы это сказали? Но потом, через какие-то годы, конечно, не через год или два, но так и вернулось. Слава тебе, Господи. Ну, говорит, как меня понесло, я не знаю, что со мной было. Он не мог понять, что с ним было, но он это говорил. Вот он говорил, и все. Вы еще сами попросите, вы еще придете. Это казалось пророчеством. А получилось пророчеством. Вот такое вот дело. Но опять-таки, это все было по благословению Владыки. Ну, в смысле, что не само это было благословение, а вот его настроение, его отношение ко всему, это было дано Владыкой, конечно, его благословением. Это точно было. Ну, а то, что он проповеди говорил, и он наслаждение получал, когда он говорил проповеди. Причем, не дай Бог, чтобы кто-нибудь в свечном ящике начинал торговаться. Там же муха пролетела, слышно, когда отец Александр говорит. И последние годы он служил только раннюю службу для того, чтобы там и проповедовать. И в церковь-то приходили, это же греческая была церковь, там люди были очень такие видные, грамотные, интеллектуальные. И они приходили на раннюю службу, чтобы послушать отца Александра. Ну, такое было. Это от Владыки, конечно. Кого из святых божьих угодников больше всего почитал Владыка Никон? Вот кого из божьих угодников почитал? Ну, конечно, это Касперовская наша, это понятно, это самое главное, которая была с ним до самых последних дней, когда ему привозили ему к больному, уже совсем немощному, это ясно. А из святителей, ну, наверное, Николай, не знаю. Мне кажется, что Николай Чудотворец это самый-самый близкий, и для меня это номер один всегда. Я думаю, что у Владыки такое было. И последний вопрос сегодня, Наталья Петровна. Как вам кажется, на кого из общеизвестных православных святителей больше всего похож Владыка Никон? Тут, конечно, один только ответ, это наш святейший патриарх Алексей Первый Семанский. Это абсолютно то же. У них, во-первых, любовь была взаимная, очень сильная, очень сильная любовь была. И то, что святейший был, конечно, на голову во всем выше, это было тоже понятно, хотя у Владыки было образование историческое и геологическое, он же проходил два факультета сразу. Так что он тоже не, как говорят, лаптинг в щихли бал, он тоже был человек очень образованный. Но он понимал, что святейший это святейший, он понимал его превосходство, он его прекрасно все это принимал. И, конечно, он, ну, как сказать, он продолжал его, его службы, его настроение, его, да, это был пример для него, конечно, самый-самый близкий, самый-самый родной, можно сказать. Да, это патриарх. А если сравнить с кем-то из святителей, которые прославлены в лике святых православной церкви? Угу, угу, я думаю, это затрудняется, это, по крайней мере, это я видела, это я понимаю. А там, ну, он любил своего преподобного Никона Радонежского. Это да, конечно, очень любил, и когда бывал в Лавре, то обязательно к мощам приходил, и все, и у нас всегда особенные именины празднуются, Владыкины, люди приходят на 30 ноября, всегда кутья моя туда идет обязательно, а чтобы, не знаю. спасибо Господи, Наталья Петровна, за очень интересную, содержательную беседу. Позвольте вам пожелать Божьей помощи в ваших трудах, крепкого здоровья и многое-много благая лета. Спасибо, отец Дмитрий, замечательные программы вы делаете, я всегда их с удовольствием и смотрю, и к счастью, участвую. Спасибо. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся, желаем помощи Божией и Ангела-Хранителя. Субтитры подогнал «Симон»